всем привет давайте проверим как меня слышно и видно наверное должен сейчас открыться чат и соответственно попробуем давайте там поставим плюсики или что-нибудь такое так кто-то уже смотрят 19 человек крысики так к сожалению извиняюсь у меня просто микрофон успел приехать поэтому буду разговаривать через наушники они наверное не очень хорошо передают звук но тем не менее просто говорить наверно наша тема сегодня это модель hotel на мы являемся действующими продавцами по этой модели почему мы потому что я не один у нас есть команда мы работаем из россии и на данный момент наш оборот за 2019 год составил 1 миллион долларов это конечно немного есть гораздо более крупные продавцы но по крайней мере на территории россии я не знаю есть более большие команды чем я бы с радостью бы если кто-то нас смотрит да как бы то с радостью бы пообщался бы как бы на тему флотейла как бы более детально да как бы но в связи с тем что коронавирус да как бы это все сейчас онлайн вот ну а соответственно как бы если есть желание встретиться когда это все пройдет как бы в москве то в принципе мы иногда организовываем встречи вот и в принципе те кто состоят в группе амазон москва да мы там делаем сейчас объявление что мы собираемся да и мы можем общаться уже отлично на данный момент наша команда это вот сейчас мы идем автоматизируем процессов в своей команде соответственно стараемся все что можно оптимизировать 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 все что можно автоматизировать оптимизировать да и соответственно как бы самая главная задача как бы в сайте там нет таких сверхдоходов как многие там хотят видеть как пыль и в тропе рой сделок это ну так скажем наверно от 15 до 30 процентов но как бы основная как бы средняя это товарный роли который еще как бы не включает все из себя издержки на который мы несем на поддержание команды вот большое как бы роль играл в нашем так скажем активном старте это низкий форум мы чуть больше года занимаемся этой моделью до этого были основные продажи как бы мы торговали онлайн-арбитраж но на данный момент когда 12 модели не настолько интересны хотя у нас что-то и бывают иногда какие-то сделки с онлайн-арбитража но основной конечно упор у нас сейчас это как бы именно работа с дистрибьюторами с производителем напрямую в следующем году мы наверное запустим еще свое производство в Китае но это будет уже конкретный private label по той к тебе с которой мы торгуем сейчас мы также как и все немножко страдаем из-за того что на территории США есть ограничение по поставкам извиняюсь товаров как бы на Amazon но тем не менее мы стараемся как бы бороться с этим да как бы мы так будем в тех стиле которые разрешены к завозу на Amazon и как бы сейчас активно как бы в них еще дальше и развиваемся что еще рассказать как бы на мой взгляд как бы это одна из самых бесплатных моделей на Amazon сейчас да потому что при работе если у вас есть фирма и соответственно как бы вы можете официально покупать эти товары у дистрибьюторов или производителей да у вас всегда есть документы которые подтверждают от ваших как бы все взаимосвязи с этими партнерами да соответственно Amazon хорошо принимает эти документы и ну так скажем наши основные аккаунты в которых мы торгуем за этот год как бы футу-туту слава богу как бы на них не попадали никакие так давайте попробуем так может быть будет лучше как бы потому что к сожалению по-другому микрофон у меня не получится сделать если это так лучше то напишите когда я буду тогда говорить как бы вот динамик который в наушнике который прижимует да Алексей приветствую как бы тоже очень приятно Дмитрий да мы работаем с поставщиками США и основной как бы наш бизнес это именно опт США США так как бы мы практически ничего не возим в Китае и соответственно как бы все покупаем на внутреннем рынке в Америке и перепродаем там же на внутреннем американском рынке Ребят напишите как бы вдруг так стал лучше как бы если я буду держать перед собой ну извините как бы к сожалению сейчас как бы то что могу как бы сделать это лучше к сожалению не получается Дмитрий да мы работаем с поставщиками США ну тогда давайте как бы как есть к сожалению как бы буду стараться просто давайте еще раз громче то я хочу рассказать вам как бы как бы ну основная как бы я уже понял спасибо Евгений что ничего не изменилось буду стараться как бы забрать громче вас наша компания как бы сейчас мы работаем в основном ну как бы для тех кто хочет попробовать свои как бы шаги по работе именно как бы в Хосеилу да как бы она не имеет компании в Америке да как бы есть препцентры которые занимаются выкупом товаров как бы каких-то определенных поставщиков вы можете попробовать это делать таким образом да как бы мы начинали также и сейчас часть как бы товара мы также выкупаем через препцентры там где у нас нету как бы еще доступа к напрямую к поставщикам ну как бы это реальный способ как можно начать двигаться в этом бизнесе потому что он не сильно отличается как бы от онлайн арбитража и соответственно как бы можно спокойно попробовать в этом поработать на старт нужны конечно немного другие деньги чем онлайн арбитраж да средняя как бы отгрузка от какого-нибудь более-менее скажем дистрибьютора ну интересными ценами да как бы это я думаю будет где-то полторы там две тысячи долларов вот подготовьтесь к тому что даже когда в Америке все хорошо дистрибьюторы и производители это такие как бы люди да которые не сильно куда-то торопятся вот и ваши заказы как бы могут ехать иногда как бы неделю иногда две да как бы комплектоваться долгий период времени что в этой модели работает да как мы с этим сталкивались и знают эти все как бы моменты вот поэтому тут бизнес который вам придется устраивать в долгосрок на скоком и на храпом как бы здесь наверное не войти и соответственно все взаимоотношения как бы с дилерами дистрибьюторами вам придется устраивать как бы очень продолжительный период времени с практически терпением потому что бывает что они не отвечают не сразу да как бы и можно написать там не один раз а несколько да как бы вообще не получать ответов звоните как бы узнавайте как бы не все хотя с охотой хотят работать с продавцами которые торгуют только на Амазон мы сейчас активно расширяемся в другие сегменты да как бы е-коммерс в америке вот она открывает собственные магазины на платформе Shopify мы сейчас ведем как бы начинаем как бы двигаться в сторону работать другими крупными ритейлерами да такими как Таркет и Walmart потому что ни на одном как бы только Амазоне как бы держится е-коммерс в Америке да как бы большое-большое количество есть специалистов которые позволяют как бы продавать товар помимо Амазона это также eBay как бы не забывайте про эти каналы и они всегда как бы будут вам помогать как бы в реализации ваших поставленных удач так давайте как бы я просто не сильно как бы такой профессиональный спикер давайте я просто по вопросам буду рассказывать как бы да я думаю будет как бы гораздо вам интереснее чем я буду в общих словах что-то рассказывать чем автоматизируетесь на каком ПО ну Сергей мы сейчас как бы автоматизируемся что-то это пока так скажем вул таблицы да как бы которых к сожалению никуда не уйти мы используем бухгалтерскую программу в которой ведется как бы первичный учет всего того что приходит на наши вклады да как бы и соответственно как бы бухгалтеры делают проводки и когда товар уходит со вклада да как бы на Амазон соответственно у нас как бы есть двойной контроль то что вклад получил да и то что вклад отгрузил таким образом как бы мы боремся с нашими потерями на складах потому что это при больших объемах у вас как бы возникнут эти проблемы с потерей что-то вы забыли отгрузить что-то как бы не пришло не вовремя да как бы где-то осталось на вкладе но к сожалению в препцентре с которыми мы сейчас работаем это замечательные хорошие люди но есть проблема как бы да по крайней мере русскоязычные препцентры как бы это очень слабо автоматизированные компании у которых вкладской учет как бы поставлен ну так скажем на самом низком уровне это к сожалению наверно как бы большая проблема которые как бы торгуют большими объемами потому что ответить где в данный момент находится твой товар практически нереально да многие сталкивались с этим мы в наших планах в этом году как бы мы сегодня как раз с моими партнерами общались как бы мы хотим открыть собственные склады которые будем как бы уже автоматизировать именно под свои нужды вот возможно будем использовать их и для сторонных продавцов Amazon да как бы и других площадок но пока в планах как бы открыть склады именно для себя почему склады как бы в планах вообще как бы открыть три склада как бы в США чтобы открыть потребности во всех ну так скажем основных регионах присутствия дабы не зависеть от чужих площадей да и соответственно более грамотно простраивать логистику с партнерами да потому что бывает так что мы сейчас основной кабинаж регионализирования это Нью-Йорк штат Нью-Йорк да вот и бывает так что у нас товар едет допустим из Калифорнии в Нью-Йорк да а потом таким же образом когда мы направляем его на Амазон он обратно так же благополучно передвигается в Калифорнию вот чтобы сократить эти так скажем плечо доставки мы планируем открывать несколько перецентров для своих нужд которые будут позироваться в разных регионах и соответственно как бы мы будем уменьшать где-то там плечо доставки сокращать свои издержки просто так сейчас единственное так я попробую развернуть как-то комментарии потому что они у меня убегают я к сожалению не все комментарии могу прочитать так Дмитрий скажите человек за камерой не двигаться у меня нет человека за камерой как бы это и дать сидят на айфон айфон вот так 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 пам 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 тут все быстро настолько стилистуется что я не могу не могу мне к сожалению почему-то быстро пропадают ваши комментарии я вижу последние только четыре штуки как бы и соответственно так по-другому мне не получается сейчас я попробую каким-то образом так давайте как бы я буду прочитать по очереди то что вижу сейчас три так привал так и как ведете переговоры с поставщиками письменным переводчиком ну у нас в штате есть люди которые знают язык достаточно хорошо вот соответственно как бы первое письмо естественно email да ну и потом уже как бы через какой-то промежуток времени вы звоните и уже общаетесь как бы пытаетесь выйти на менеджерах так евгений вопрос как вы строите 20% ну я еще раз говорю что достаточно модель тяжелая она не простая как бы в плане работы здесь как бы весь заработок идет на то что вы зарабатываете на объемах конечно как бы там удовольствие с двумя тысячами долларов вы можете попробовать но это как бы будет такая работа ради работы как бы ничего вот этого не заработаете в этом направлении есть конечно же сделки где герои там бывает их можно 50% но их будет не очень много в вашем как бы и какие-то большие объемы вы на этих сделках которые вы не сможете сделать да средний рой приблизительно будет на вот как я говорил где-то там 20-25% а минус евгений да минус возврат минус комиссии банка минус зато менеджеров демпинг конкурентов ну евгений мы работаем так как бы есть также опыт других ребят кто работает как бы это все задача построена на то чтобы вы работали на больших оборотах с маленькими объемами денежный свет конечно как бы будет очень тяжело работать как бы но с маленькими объемами денег вы можете искать более привлекательные для вас сделки вот так что как бы какой-то период первый период времени как бы вы сможете работать как бы в плюсы точно так дмитрий спасибо так открыть окно слегка так дмитрий спасибо так открыть окно слегка как раз пробегусь вот по нашим вопросам потому что честно говоря первый раз лайк введу в фейсбуке вот поэтому в следующий раз обязательно подготовлюсь как бы микрофон заказан вот он едет так что будет гораздо лучше в следующий раз так сергей тишенко спрашивал как бы открывали банковский счет нет мы открывали дистанционный счет в сша и так же да можно открыть бизнес байнир но лучше всего счет Антон как говорил попробовать можете с полторы две тысячи но каких-то там сдающихся результатов не стоит ждать с этих сумм абсолютно это так чтобы попробовать понять вообще рабочая модель для вас или нет дальше готовьте гораздо большую сумму на которую вы сможете оперировать потому что средний срок оборачиваемости товара у нас 8-9 недель это при условии того что мы делаем еженедельный выкуп при таких вот при построении такой работы у вас будет оборачиваться в среднем 8-9 недель если вы будете делать заказы допустим на месяц то средний срок оборачивается где-то еще наверное недели на 2 соответственно мы пытаемся обернуть обернуть финансы где-то в 2 месяца если вы делаете заказы на месяц то это что то поэнер не отменяет работу с российскими физическими лицами абсолютно и бизнес будет работать соответственно как бы всегда есть шанс начать двигаться в более белый бизнес открывать собственную фирму в США получать на нее официальные документы открывать банковский счет и работать таким образом как решать вопрос с выводом денег в Россию это лучше уже общаться с бухгалтером потому что все зависит от оборотов как вы планируете сейчас эти деньги выводить это все как бы лучше общаться с бухгалтером который более грамотно чем я вам это все расскажу потому что в лоб это не делается это надо будет как бы ну прям смотреть каждый индивидуальный случай как бы его разбирать вот поэнер будет работать да как бы они вам закрывают только возможность получения использования и использования карт да но выводить деньги со счета поэнерова может так же на свой счет я бы не рекомендовал бы это дело да как бы но тем не менее как бы я думаю что какие то сейчас варианты я думаю будут подождите как бы я думаю это только объявили я думаю что сейчас что-нибудь что-нибудь какие-нибудь варианты появятся как это можно будет как бы проводить ну всегда остается как бы экстренные выводы на себе на счет так что мы что-то что-то придумаем и будем как-то решать эти вопросы можете рекомендовать сайты оптовых поставщиков ну смотрите как бы самый простой способ берете забиваете hotel да как бы google play вот вам лучшие сайты которые есть да как бы и начинаете прозванивать работать с ними отправлять им заявки на сотрудничество да как бы каких-то других способов покупка всяких плат которые продаются на там в группах в телеграме я бы не советовал потому что обычно там ничего толкового нету ну соответственно как бы обращайтесь к предцентрам с которыми русскоязычные да у многих есть выкуп по крайней мере у не самых сложных в новых компаниях обычно есть так что как бы если кому нужен будет какой-то там список пресс-центров пишите в личку да в фейсбуке и я вам скину с кем мы работаем и вы можете посмотреть что-то у вас может быть заинтересуется можете с кем начать работать так говорим ли мы что мы работаем на амазоне ну не всегда и не всем мы говорим что мы работаем на амазоне у нас есть сайты шеффай у нас есть корпоративный сайт на который мы ведем первоначальное знакомство с нашими следующими партнерами да соответственно как бы это все есть есть у нас шоурум вот который тоже можно так скажем показать куда можно физически приехать да и смотреть то что мы торгуем вот как бы ну я скажу как бы да это не самая первая задача ваша на старте есть гораздо проще дилеры которые можно открыть гораздо попроще вот и попробовать работать с ними потому что затраты на все эти дополнительные вещи ну не маленькие так как бы если вы дальше как бы этим не планируете заниматься то я думаю что нет смысла вкладываться в это да ну я уже говорил да как бы что наши модели прибыльно просто да в ней тяжело работать но работать можно как бы американцы работают с маршин в 4-5 процентов да это рой где-то там вообще получается ну наверное если его расположить 11-12 и они считают что это модель бизнеса прибыльная так что то что я говорю это в два почти два раза выше так что как бы можно абсолютно спокойно с этим работать а сколько реально нужно денег чтобы начать 10-20 ну реально чтобы начать я вам сказал как бы да вам попробовать хватит там полторы-две тысячи да как бы но это только попробовать а все остальное как бы зависит от того сколько у вас реально есть их денег есть да если возможно их где-то привлечь чем больше тем лучше да как бы для того чтобы полноценно начать как бы что-то работать да как бы я думаю что это надо там 30-40 тысяч долларов вот это как бы чтобы у вас было как бы на несколько закупов да пока вы получите первые деньги от амазона обратно потому что смотрите пока вы показали пока товар пришел на предцентр предцентр его отправил на амазон это да займется там у вас грубо говоря две может быть три недели товар появился на амазоне это еще неделя да допустим как бы если у вас все сошлось как бы очень хорошо это уже четыре недели прошло вот товар начал продаваться а вам не нужно купить новую партию да и вы ждете как бы когда вам амазон выведет деньги это соответственно пока он там продаст ну еще пусть будет там недели две да как бы и плюс две недели амазон еще вывозит вот смотрите значит да вы вложили деньги вот они обернулись у вас через два месяца по факту да как бы вы сделали новый заказ следующие деньги вы так же получите опять через два месяца вот чтобы вот таких не было да как бы разбежек вам надо иметь как бы какую-то подушку о безопасности да как бы под заказы потому что разместили первый заказ пока он обрабатывается на третье вам надо разместить уже второй первый появился на амазоне вам надо разместить третий вот и вот такой как бы пока у вас не очень много денег да как бы вам придется вот в такой графике как бы очень плотно и творчески работать да выискивая как бы деньги постоянно на закупке так что думаю что 30-40 тысяч это будет оптимальный как бы старт в этой стратегии вот но попробовать опять же можно как бы с меньшими деньгами мы начинали честно говоря как бы наша первая закупка в феврале 2019 года ну была смешная честно говоря там мы по-моему за покупку что-то там купили полторы на две тысячи долларов на три аккаунта вот ну и сейчас мы как бы покупаем в почти в десять раз больше еженедельно еженедельно это была личная закупка какая у вас конвертия открытия аккаунтов поставщиков что вы делаете чтобы ее увеличить но опять же как бы для того чтобы увеличить конверсию открытия аккаунтов вам нужно иметь сайт как бы шоурум какие-нибудь дополнительные источники продаж кроме амазона потому что если вы будете всем говорить что вы торгуете только на амазон немногие согласятся с вами работать вот вот поэтому как бы тут много-много чего надо сделать как бы на этом пути так если можно по поводу инвестиций в описании видео что планируете ответить этот вопрос спасибо ну смотрите как бы в данный момент как бы любой бизнес как бы требует инвестиций как бы не всегда у вас есть нужный объем денег да как бы соответственно как бы вы привлекаетесь каким-то образом инвестиции мы также постоянно привлекаем инвестиции если кого-то это интересует тоже пожалуйста пишите условия мы обговариваем вот мы привлекаем долгосрочные инвестиции как бы от 12 месяцев выше все условия как бы мы привлекаем инвестиции можно как бы обсудить с нами если вы готовы инвестировать в наш проект да мы также готовы показать наши результаты результаты как бы что мы достигаем если вы хотите привлекать инвестиции в свой проект да подготовьте какую-нибудь презентацию о том что вы кто вы на каких условиях вы готовы привлекать инвестиции для чего они вам нужны потому что взять деньги ну как выясняется не так сложно вот вопрос что с этими деньгами делать дальше и как их потом отдавать поэтому прежде чем что-то взять да подумайте как вы будете это отдавать сможете ли вы выполнить договорные условия которые как бы вы подпишите инвесторам которые будут инвестировать как бы способы инвестирования бывают разные да кто-то инвестирует как бы просто под процент кто-то инвестирует под часть компаний все как вы договоритесь уже с инвестором ну и соответственно как бы берите те деньги которые вы сможете освоить надо грать больше чем вы сейчас готовы проглотить это может плохо кончиться и правильно ли начать сразу строить командную работу по этой модели без особых ограничений по бюджету ну на самом деле я могу сказать одно как вам мне очень сильно повезло что в начале прошлого года как бы мы собрались вот продавалась наша команда да она немножко как бы претерпела изменения за этот год да как бы у нас были инвесторы которые сейчас уже не являются нашими инвесторами как бы за что им отдельное спасибо они нам дали очень мощный толчок как бы когда они пришли так как бы но как бы огромное спасибо этим ребятам потому что они нам как бы правда помогли в тот момент когда это нам нужно было наверное если бы их не было то возможно как бы и не было сегодняшнего результата поэтому естественно как бы если вы ну готовы так скажем вы понимаете во что вы влазите да как бы вы можете прочитать хотя бы приблизительно прогнозы которые будут да как бы если вы знаете как это достичь да как бы то можете спокойно привлекать инвесторов как бы ваш проект по поводу команды так как бы вот многие говорят что команда как бы это не сильно как бы важный инструмент но на самом деле каждый игрок в команде усиливает себя многократно да типа я не очень системный человек так как бы я могу много взять проектов так как бы ну не довести до какого-то логического финала у меня есть ребята да которые как бы подхватывают это дальше да как бы и уже доводят до так скажем финальной стадии так что мы могли на этом хорошо зарабатывать вот поэтому ищите комбинируйте да потому что должны быть люди в команде разные должны быть системные люди потому что если будут все системные вряд ли тоже что-то достигнете а если будут все бессистемные то как бы тоже будет очень плачевно да потому что как бы найти начать вопрос кто это делает потом после того как ты начнешь что-то другое делать это очень тяжело также как бы конечно нужна как бы команда бэк офиса это обязательные наверное условия ну без ребят которые работают в офисе я не представляю как бы сейчас они сейчас открывают 90% нашей работы которую мы делаем в свое время самостоятельно вот не стесняйтесь как бы берите людей это ничего страшного да как бы может быть вы какое-то количество людей перепробуете не все будут вам подходить по каким-то причинам наш офис физически да люди работают в физическом офисе но также как бы есть очень масса как бы людей кто строит удаленные команды в нынешних реалиях наверное вообще удаленные команды это как бы такой как бы новый тренд люди все больше и больше будут стараться как бы работать удаленно вот но линейный персонал наверное как бы удобнее работать в офисе да как бы потому что есть четкие границы когда они должны прийти когда они должны уйти и что они должны сделать и соответственно вам будет проще это просто контролировать какие-то так скажем вспомогательные и креативные извиняюсь да люди в команде они могут работать наверное удаленно вот поэтому команда как бы это то что лучше начать строить как бы до того как вы выйдете на какие-то существенные обороты ну и я думаю что без команды как бы будет крайне сложно выйти на какие-то существенные обороты поэтому стройте команды мой совет так что запрашивают поставщики что критичное для них или чтобы согласились работать у всех всегда по-разному как бы они пришлют вам что им нужно предоставить но если вы хотите напрямую работать с поставщиками то первое что для вас нужно вы должны открыть свою компанию США это как бы первый шаг ко всему тому что вы пишете дальше без компании США как бы это все бесполезно и непродуктивно чем занимается бэк-офис тем человек бэк-офис занимается размещением заказов работой со вкладом работой с амазоном настройкой и подготовкой таблиц репрайсерами общением с покупателями с тем что все что связано с аккаунтами с продажами на аккаунтах это делает бэк-офис бывают ли отказы поставщиков работать ну прекращают работать с нами и чем активировали но некоторые компании не хотят что-то товар продал на амазоне бывает запрещают торговать на амазоне какими-то брендами или группами товаров пытаемся с кем-то договориться если люди нет значит нет не все вам разрешат торговать на амазоне однозначно поэтому как бы рассматривайте стратегию ухода и продаж в америке много разных площадок которые вам дистрибьюторы или производители разрешат продавать на них нет только амазон есть в америке сколько безопасно покупать через преп ну есть преп-центры которые делают инвойсы на вас так вы им оплачиваете все официально они от своей фирмы делают вам инвойсы так что в принципе это достаточно безопасная схема но у вас ничего такого предоцедительного вообще нет так что спокойно можно работать бывает так что инвойсы производителей не принимают а тут уж как бы это амазон готовность тут надо быть всегда готовым к тому что вас где-нибудь могут за что-нибудь так скажем любить так что мало не покажется но как бы это бизнес ничего другого как бы нам не остается мы меримся с этими вещами и стараемся как-то с этим жить и работать дальше а по поиску товара вы начинаете поиск с поставщика или ищите товары на лозоне или сразу ищите продающие листинги у Александра все по-разному на самом деле ищем и от амазона и от поставщика и от бренда и от того что мы можем купить на данный момент да как бы поэтому все модели поиска которые есть как бы на амазоне мы используем эффективно так перечислить пожалуйста какой должен быть для начала работы с поставщиками ну для начала работы с поставщиками вам нужна нужна вернее компания США вот потом вам нужна почта ну как бы не gmail потом вам нужен сайт если хотите дальше развиваться вам нужен шоурун как бы и все понаролтающий но соответственно как бы в первую очередь вам нужны деньги эфир ну как бы желание работать в этой как скажем модели так итак приходили ли вам запросы от юридических компаний запретив продаж определенных брендов на amazon или штрафы или судебные дела нет у нас к радости таких не было но все как бы очень сильно надо анализировать бренды как бы наглую не стоит лезть при этой модели как бы потому что судить вас могут абсолютно спокойно и легально поэтому выделяйте большое количество анализов брендов если они как бы четко пишут что нельзя продавать на амазоне как бы думайте вы можете продавать на свой трафарист но и юридические соответствия также будут ваши так что тут надо как бы все очень сильно хорошо анализировать какими инструментами пользуетесь для поиска брендов или работать исключительно через выкупы стрекцентров как инструментами для поиска брендов ну мы работаем в своей категории поиска все крупные бренды искать ниши в которых вы хорошо разбираетесь я думаю если вы разбираете хорошо в этой нише то вы спокойно знаете топ брендов которые хорошо торгуются так соответственно уже дальше от этого ищите дистрибьюторов и уходите на них напрямую и вперед тут никаким пользоваться не надо ручки установ вот частично мы работаем через трефцентр как бы это одна из наших как скажем модель выкупов но есть как бы свои тоже как бы нюансы какие минусы работы в hotel проблемы риски наоборот плюсы плюс здесь как бы самый большой плюс как бы всего этого бизнеса да как бы то что вы работаете официально у вас есть как бы войс вы четко понимаете где вы это купили у вас есть закрывающие документы и в основном на тех листингах где мы работаем торгуют такие же крупные ну или более мелкие компании да как бы но но мы очень редко сталкиваемся прям каким-то дичайшим демпингом на этих листингах да на многих листингах мы торгуем как вот начали торговать так и торгуем и сейчас поэтому как бы тут срок жизни сделок да очень большой конечно какие-то умирают какие-то восстанавливаются ну что-то мы выходим в новое но как бы этот срок жизни сделок да это большой плюс как бы этой модели и соответственно как бы это скажем вы можете детально и долго работать на одних и тех же товарах знать их адаптировать эти листинги под себя если вам как бы хочется это делать вот и соответственно вы с этого хорошо зарабатываете да потому что вы прекрасно видите как бы тенденции которые происходят на этом бренде на этих листингов да на них редко попадают какие-то залетные товарищи ну они конечно появляются всегда как бы да в том что где-то на каких-то продажах они там закупились по-быстрому они так же как пришли так же и улетают быстро как бы с этих листингов а вы дальше благополучно не торгуете ну проблемы это как бы точка входа конечно да если вы хотите высокая точка входа для хосейла вот риски ну как у всех amazon продавцов риски если про амазон мы говорим это инвойси потому что амазон может запросить у вас всегда инвойси какой бы у вас аккаунт не был он может попросить у вас предоставить документы вот плюсы как бы amazon видит как вы растете и соответственно у нас на некоторых аккаунтах которые очень хорошо торгуют мы можем спокойно открывать вообще как бы некоторые категории не предоставляя никаких документов просто просто стыкаем как бы опросы и нам amazon это открывает за счет того что он видит что мы как бы ну выкорбуем у нас есть хорошие как бы отзывы и средства мы выключаем определенные свои плюшки от amazon тоже в списке ну то что на вас могут падать если вы будете что-то нарушать поэтому всегда пытаетесь узнать компании готовы ли они сотрудничать или ищите другие рынки для продажи этих товаров будет вас принимаем пишите в личку пообщаемся так и вам так сейчас продукт который вы покупаете и так и поставиков продаете на amazon листинги создаете с нуля или присоединяйтесь к уже готовым имею ввиду что эти продукты уже есть на amazon или вы первые продавцы этого продукта на amazon ну мы в основном торгуем на действующих листинги как бы не создавая тип новой листинги практически у нас как бы достаточно большой ассортимент чтобы торговать тем что уже как бы хорошо продается или хуже продается но как бы это уже есть на amazon поэтому мы не сильно заморачиваемся созданием новых листингов если вы хотите какими-то товарами выйти на amazon то почему бы нет можно создавать документы у вас все есть разрешение от бренда я думаю вы получите спокойно так что это если вы будете это делать все как бы правильно создавать непонятные банду эстеты и дубли уже существующие то amazon вас не покарает поэтому можно это делать абсолютно спокойно с каким количеством поставщиков работаете какой средний оборот количество ассинов в среднем у нас поставщика ну мы активно работаем наверное сейчас где-то у нас почти 500 ассортименте как бы ну честно никогда не знаю поэтому у нас сейчас где-то почти 500 ассортименте да как бы ну честно никогда не занимался тем же в развитии каких-то чего поэтому не скажем ну как бы с кем-то больше с кем-то меньше работаем поэтому приблизительно как-то там это все делится аккаунт на amazon веги требует сразу на компании или переводились аккаунтов в результате нет веги требует сразу на компании все работает формула рои прибыль доходы минус инвестиции дженами инвестиции так что больше подаете товар которым нет на амазоне или присоединить крестингом ну и как раньше чуть выше рассказал да как бы мы в основном становимся на рейтинге продают нам это упрощает жизнь в этой модели бизнеса вы не сильно будете вкладываться в рекламу так как ваша доходность не очень извлека да как бы реклама жрет просто всю вашу прибыль так можно ли успешно торговать не прибегая к серым черным схемам для избежания банов аккаунтов ближе к белой на части аккаунтов на части аккаунтов по белой схеме поэтому как бы черные схемы мы вообще не используем в нашей торговле они нам не интересны абсолютно потому что это больше морали чем прибыль есть какие-то там так скажем что мы используем не сильно ну она не нарушает политик но она не является белой так скажем ну стараемся сейчас вести все больше и больше нашего бизнеса белую нам гораздо проще и комфортно так работать можно ли в связи с этим торговать на существующем аккаунте работающим как приват лейбл или надрегистрировать отдельный аккаунт да и ничто не мешает как бы торговать на том аккаунте который торгует приват лейбл но я насколько знаю как бы в привате как бы много всяких черных стен да как бы просто то вам что-то не поблочили то что вы будете с хосейла брать когда приведут какие-нибудь китайцы и наши же соотечественники да как бы в погоне выбить ваш пл да как больше по нему просто не положили аккаунт цель безопасности наверно проще конечно сделать отдельный аккаунт слав так расскажет про команду но в нашей команде так вы рассказывали но это три ученики учредителя вот соответственно как бы есть все вчера и есть аккаунт менеджера и все еще полного цикла который смещают пересерч и аккаунт менеджеров в работу да как бы введение аккаунта есть человек который общается с поставщиками да потому что знает английский язык сейчас у нас будет еще бренд менеджер и будет руководитель направлений сейчас мы его активный ищем вверх команда да звук плохой к сожалению но вот так бывает все я букву привет кольки сейчас работают сейчас работают включает 5 как бы тянет бы и 4 сервища но как бы если вы в те кто занимается и все чем-то 5 человек как удален открывали шоурум через кого сколько стоит стоит дорого думаю ну короче открыть шоурум наверно 3-5 тысяч открывали через знакомых вот поэтому ну как бы учтите что у вас будут еще постоянные затраты на его аренду и все остальное как бы и персонал который будет там работать так что готовьтесь как бы это не маленькие деньги которые как бы вам придется вгрохать в это дело в каких категориях сейчас работаете работаем сейчас нескольких категориях не буду говорить потому что но мы сейчас работать возим все то что разрешено возить на амазон так скажу как бы вот у нас нет просадок продаж так что как бы внимательно подходите к выбору категориях которых вы работаете так что это как бы немаловажный фактор но мы работаем вот в тех категориях которые сейчас открыты как выбрать товары и нишу для старта хороший вопрос как это сделать так скажем трички сложилось что это был бизнес в россии который мы сейчас продолжили в америке поэтому как бы для меня вопрос как-то не сильно стояло мои партнеры как-то приняли это да как бы и втянулись в этот бизнес и сейчас неплохо разбираются поэтому выбирайте то что вам ближе да как бы то что вы понимаете потому что допустим если будете продавать или за этом какие-нибудь знаете бы что-нибудь запчасти для газонокотилок да не понимаешь что такое вообще газонокотилка вам наверное будет тяжело но если вы там допустим как бы хорошо играете там в кухне да можно продавать кухне как будто принадлежности да как бы можно торговать и бьюти да топикал как бы очень хорошая категория замечательная как бы можно мне классно торговать так что выбирайте то что вам ближе да как бы не зацикливайтесь конечно как бы этого там не получается ищите смотрите как бы смежные категории может быть кем-то партнер нет нет какого-то такого как бы прям вот стопроцентного что как бы я вам скажу да как бы вас это попрос ищите для себя этих платят ли вы налоги в россии в штатах пока только что вот знаете привет так внутри сколько стоит открытие компании в сша и какую сумму планировать на налоги бухгалтера на старте но открыть компания наверно подключить как бы не буду там можете обратиться к геннадию быкову да я думаю вам поможет в этом как бы вот это лучше у него спросить но я думаю что как бы о налогах я бы не сильно заботился бы на начале пути да как бы все зависит от той формы образования фирмы которую как бы уберите она сильно будет тратниться будет очень сильно зависит от ваших оборотов да как бы и налоги вы будете платить в сша через год так что я думаю что для старта это как не сильно как бы просто посоветуйтесь с бухгалтером да как бы приблизительно на ваши обороты да как бы рассчитывая что вам выгонит будет платить потому что там есть несколько форс да которые вы можете там если вы там допустим можно открыть что-то типа нашего ип можно открыть корпорацию можно открыть о как бы да и все в зависимости от того как бы один вы там партнерами вы вместе открываете либо партнером американцам вы открываете да как бы там куча масса всяких премиументов это лучше как бы общаться с бухгалтером но если хотите как бы я могу советовать геннадий быков он вам поможет небольшая реклама так насколько целесообразно развиваться именно только в одной категории ну на старте наверное как бы целесообразно дальше как бы ищите то чем вы можете себя усилить просто как бы но все зависит от ваших возможностей и ну объять необъятные вы сразу не сделаете дать и был попробуйте с одного бы поймете что там у вас все окей да как бы ищите дальше вот но развратоваться тоже бы не советовал как бы будет тяжело вот и все построить команду чтобы она еще как бы разнопланово все это дело осужило ну наверно быть на старте очень тяжело быть уже как бы командой вполне реально хоть весь спектр товаров которые есть на лозоне вы продаваете никто вам не запретит там был вопрос как бы торговлями аккаунтов но у нас есть аккаунт на компанию есть аккаунты на физический бизнес так и так так сергей подключали ли продажи на площадках мексики и канады нет не подключали и не пока вообще даже не было где-то честно не очень сильно понятны как бы продажи на этих площадках чтобы на них сильно уделять внимание канады уступает америки по моему в 10 раз мексика еще уступает канаде поэтому не знаю сколько как бы важно как бы размениваться на эти небольшие маркетплейсы вы можете включить на амазоне что у вас есть мультинациональная доставка как-то это там по-моему как-то как-то называется ну могу путать как бы ну как-то как-то таким образом там что-то есть что ваши товары могут покупать как бы не только жители сша вот и продавайте куда хотите как бы но я бы прям целенаправленно в мексику канаду точно не лет при условии того что в канаде вы должны еще получить вас номер оплачивать ндс плюс вам надо задача как тамаживать этого канаде да как бы ну шибко много вопросов при условии того что обороты которые у нас есть в америке на листниках на хороших да как бы в канаде иногда в десять-двадцать раз ниже продажи на этих листингах да как бы допустим у нас на этих листингах продается там 200-300 единиц да как бы где-то 1000 единиц а в канаде продается на этих листингах там 20-30-50 единиц да как бы ну если вы готовы как бы то вполне конечно можете посмотреть но я не знаю мы для себя эти рынки не рассматриваем как анализируйте количество продаж на листинге для завоза первой партии ну все теми же способами типа джангл скаут келлиум что еще у нас есть ну а дальше как бы уже смотрим по продажам и соответственно как бы принимаем решение насколько нам интересно на этом листинге находиться и как нам выгодно это все продавать сколько аккаунтов сейчас используете как часто бывают проблемы баны сейчас у нас чуть меньше десяти аккаунтов баны на молодых аккаунтах бывают такие простейшие не то что даже баны запросы на инвозе но решаем проходим на покупающих аккаунт очень редко ну во-первых не банят а просто просят предоставить документы вот поэтому развивайте и будет вам свои аккаунты будет вам счастье старайтесь все больше и больше подозревать были вам это поможет очень сильно бороться с амазоном так по-моему я кажется ответил на все вопросы которые были так что если вам как бы интересна тема потайл на анатони то так как бы можно мне написать в фейсбуке а 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 если вы как рассматриваете amazon как инвестиции так и вы тоже можете обращаться к нам мы с радостью как бы с вами пообщаемся на эту тему вот и будем работать совместно если что-то вас еще интересует то тоже пишите всегда рады а а ну в принципе наверное все Может быть я был не сильно информативен, может быть какие-то вопросы остались, но, к сожалению, как бы я больше практикующий товарищ, не обучающий. Все, ребят, всем спасибо, рад, что нас было достаточно много, вопросы были интересные, я думаю, что я хотя бы кого-то подвиг в эту тему влезть, так что все, всем спасибо и счастливо.